Салем Киргизбаевич Абдувлеев, Салем Бойвачча, тире один из самых влиятельных бизнесменов в республике Узбекистан. В переписке американского посольства, обнародованной на Викиликс, называется наряду с Гафуром Рахимовым одним из лидеров криминальных авторитетов Узбекистана. Родился в мае 1950 года в поселке Ташлак в Вергонской области, отец-председатель колхоза. Этническое происхождение вызывает много вопросов. Сам себя Салем называет Узбеком, в то же время известно, что предки по материнской линии были казахами, а у его отца Киргизба и Абдувлеева имеются киргизские корни, самое имя Киргизба и очень нетипичное для Узбека имя. Наиболее вероятным представляется что он является узбекизированным киргизом, данный факт косвенно подтверждается наличием большой киргизской диаспоры в Фергонской области. Впрочем его происхождение явно проявляется во внешнем виде имеющем черту монголоидного происхождения, что присуще киргизам и казахам. Пятикратный чемпион Узбекистана по вольной борьбе. После ухода из спорта работал на заводе, потом водителем-дальнобойщиком. В 1, 990, 2000х годах был партнером Михаила Черного по алюминиевому бизнесу, спонсировал участие Анатолия Ябыкова в выборах в Красноярском крае. В 2006 году защитил диссертацию кандидата экономических наук по теме, управление социально-экономическим развитием муниципальных образований, обобщение опыта России и Республики Узбекистан. Один из неформальных и влиятельных, авторитетных, людей Узбекистана, наряду с братьями Рахимовыми. Салим Буя Абдувалиев тоже один из самых богатых людей Узбекистана. Уже больше десяти лет финансирует развитие борцовских детских и юношеских секций. Пятикратный чемпион Узбекистана по вольной борьбе, Салим Буя Абдувалиев, кроме всего прочего, был еще и одним из крупнейших неформальных авторитетов страны. В прошлом тире, разводящий, в республике. Салим Чайханчик, был одним из первых, кто принял условия властей и, порвал, с легальным рэкетом, контролем над местным автомобильным рынком и открытой дружбой с российскими, авторитетами. В заслугу ему ставится также то, что именно его люди убрали из Узбекистана в начале девяностых кавказскую мафию, причем без крупного кровопролития и шума. Среди друзей Салима Абдувалиева ряд известных российских деятелей, Иосиф Кобзон, Александр Карелин, все тот же Алимжан Тахтахунов, братья-предприниматели Лев и Михаил Черные, кстати, также уроженцы Ташкента, Ренат Акчурин и даже Виртуоз Владимир Спиваков. По слухам, к числу его друзей относит также Турсон Боева Ахмада, Ахмат Бочинский, предприниматель из Ташкентской области. Неоднократно упоминает викиликс в слитой переписке американского посла, где он наряду с Гафуром Рахимовым оценивается как лидер местных криминальных авторитетов. Так в депеше посла Джона Пурнила от 5 мая 2006 года под названием «Босс-мафия обеспечивает государственные тендеры и должности», подробно рассказывается, как Салим Абдувалиев в сговоре с высокопоставленными правительственными чиновниками за определенные, комиссионные, обеспечивает победу в проводящихся тендерах, а также в кооперации со старшей дочерью президента Гульнары Каримовой и распродает государственные должности президент Ассоциации спортивной борьбы Узбекистана. Спонсирует чемпионаты мира по борьбе, международные турниры, гран-при, Кубки независимости Узбекистана по вольной борьбе и другие. Соревнования владеет известным в Узбекистане футбольным клубом «Пахтыкар» и центральным стадионом «Пахтыкар». Салим – бойвачча. В переводе с узбекского «Салим богач» не жалеет личных денег на развитие детского спорта, что вообще-то редкость для нынешнего Узбекистана. Все патронируемые им клубы и секции снабжены экипировкой, закупленной на деньги авторитетного мецената. На его деньги проводятся крупнейшие юношеские и детские турниры. В четырех интернатах для детей, лишившихся родителей, организована секция по вольной борьбе на деньги Салимака. Кроме того, Салимбай Киргизбович с 1997 года официально занимает пост президента Ассоциации спортивной борьбы Узбекистана. Спонсирует чемпионаты республики по борьбе, международные турниры, Кубок независимости Узбекистана по вольной борьбе, крупные международные футбольные турниры. На протяжении нескольких лет именно на деньги Салимбай Абдувальева спонсировался Кубок Президента Узбекистана по большому теннису-любимые, детища, Каримова, задуманные в свое время, дабы, восславить на весь мир, доселе никому неизвестное государство. Злые языки говорят, что «очень большой бизнес» Абдувальева вынудил его взяться и за совсем нелюбимый вид спорта. Благо президент вскоре забыл про свою модную забаву. Смотреть на Абдувальева как на чудака в Узбекистане по ряду причин не решится никто. Многие в Узбекистане его зовут просто «Салим», приглушая при этом голос. Вдовец имеет четыре дочерей – Гульназа, Гузель, Нилюфр, Саадат, и два сыновей – Сардор и Джасур. Сыновья занимаются бизнесом. Есть внук. По информации печати, в Ташкенте купил право назвать улицу в честь своего отца, улица. Киргизба-Юта, улица Киргизба и отца, в конце улицы. Муйнакской. Проживает в Ташкенте в Яшнободском районе. Проживает в Ташкенте в Яшнободском районе.